Всем привет! Мне часто задают вопрос о том, с чего стоит начинать читать комиксы Marvel. Для того, чтобы на него ответить, я расскажу вам краткую историю бренда Marvel Comics. Поехали! Всё началось с того, что в 1939 году Мартином Гудманом была создана группа компаний под общим названием Timely Comics. Их первая работа стала комикс, который так и назывался Marvel Comics No. 1. Речь чем шла о противостоянии супергероя андроида Человека-факела, и, кстати, это не тот тип из Фантастической Четвёрки, о котором вы подумали, и суперзлодея Немора-подводника. Довольно странное название для суперзлодея, но всё же, это 1939 год, не забывайте. К 40-м годам бизнес Гудмана вырос, и он нанял, внимание, сына двоюродного брата своей жены, 17-летнего Стэнли Либера, ныне известного как Стэн, мать его Ли. Ещё через год был создан первый патриотический супергерой, Капитан Америка. Персонаж пользовался большим успехом из-за бушующих те годы Второй мировой войны. Это был целенаправленно созданный патриотический персонаж. Его часто изображали сражающимися с гитлеровской коалицией. В самих комиксах обращение Капитан Америка применяется к любому, кто выбран правительством в США носить костюм и щит. Впрочем, почти всю историю публикации персонажа Капитан Америка был альтер-эго Стива Роджерса, болезненного юноши, усиленного экспериментальной сывороткой до максимума физической формы, доступной человеку. Хотя другие персонажи Таймли не были столь популярны, как эта большая тройка, некоторые из них существуют и до сих пор, такие как Ангел и Вижн. В 50-е годы требующих внимания изменений не происходило. Образ свежчека перестал быть популярен, Таймли были переименованы в Атлас и взяли направление на совсем другие жанры. Такие как забавные животные, вестерн, ужасы, война, криминал, юмор, любовный роман, шпионский роман и даже средневековое приключение. Так все интересно, очень. В 60-е годы все было куда круче. Стэном Ли и Джеком Кирби изобретен так называемый метод Марвел, заключающийся в том, что автор придумывает сюжет, художник его рисует и дорабатывает тонкие детали. И далее все тот же автор завершает работу окончательным исправлением мелких недочетов, доводя комикс до идеала. Это была первая половина видео об истории Марвел Комикс. Дальше больше. Снугенс.